Слава Иисусу! Прекрасный Новый Год! Старое прошло, теперь все новое, и так приятно слышать в начале Нового Года, что все новое. И многое в Новом Году зависит от нас. Если мы ждем, что принесет этот Новый Год, то лучше не подходите с такой стороны. Кому-то он может принести очень нехорошие вещи. Но, если мы настроены на Господа, и мы ожидаем нового, вот кто что ждет, тот и получит. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать о том, что самое главное в жизни христианина – это огонь Святого Духа внутри. Это первая любовь к Иисусу. Друзья, как только мы теряем любовь к Иисусу, страсть, у нас все обыкновенно, у нас все по привычке, то мы теряем страсть. Нам это перестает быть интересным, это перестает захватывать нас. Вы же не можете один и тот же фильм просматривать и просматривать и просматривать, даже если вы пять раз просмотрели, вы же не будете его. Вы что-то хотите новое, что-то опознать, да? Вот так же и в Господе. Если вы привыкли, вы думаете, что это фильм, это прочитанная книга, и вам он уже не интересен, Иисус не интересен, то это самый страшный, переломный момент в жизни христианина, когда христианин уже не заинтересован самим Иисусом, у него нету страсти по Иисусу, он не бежит к Нему, он не ищет Его, ему уже так сильно Иисус не нужен. Это самое опасное в моей жизни, то, что я за собой наблюдаю, это именно это. Такое бывает, скатывание определенное, как бы назад, как будто бы. И ты не то, что там грехи какие-то полез, ты просто перестаешь искать Иисуса, именно перестаешь им заинтересованным быть. У тебя уже по привычке молитва, и молитва уже без огня, и поэтому такие молитвы, они не будут услышаны, они не будут. Поэтому молитесь за себя, молитесь. Когда Иисус шел с крестом и нес крест, женщины плакали, видя, как Иисус, Он идет на крест, на смертную казнь, а Он повернулся к ним и сказал, не плачьте обо Мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Представляете? О себе, о своем состоянии нужно иногда задумываться. И Иисус, Он видел, что нужно об этом больше думать, сожалеть. Об Иисусе не надо сожалеть, потому что это был такой план Божий был, чтобы Иисус умер, пострадал нашей смертью. Вот то, что произошло с Иисусом, то, что Он взял на себя все грехи и всю боль, это должно было с нами произойти только в аду. И происходить это постоянно должно, потому что в вечности нет времени, нет такого, что там с пяти до семи мучения, мучить Его в аду с пяти до семи, нет. То, что вот Иисус мучился, все проходил, все этапы на кресте, это было, Он отмучился той смертью, которой должны были мы мучиться, и отменил казнь. В нашей жизни не будет смерти. Он отменил казнь. Не пренебрегайте этим, цените этим, что за вас кто-то думал, за вас кто-то заплатил, и Он все это сделал, чтобы вы попали в радость, в радость Отца Небесного. Итак, тема проповеди будет называться «Ни в чем не нуждаться». Когда Бог сотворил человека в раю, то он ни в чем не нуждался. Вы согласны с этим? Когда Бог сотворил человека в раю, он ни в чем не нуждался. Вдруг, если у него какая-то нужда появлялась, например, он захотел кушать, ну как бы нужда, но она сразу же восполнялась. Какая бы нужда появлялась бы у человека, она сразу же восполнялась. Там не было такого, что надо было зарабатывать себе, чтобы поесть. Надо было зарабатывать себе, чтобы прожить. Оплатить аренду в раю. За аренду не можешь платить, выселят. Такого понятия не было. Пока человек жил с Богом, он ни в чем не нуждался. Это надо отметить. Пока человек жил с Богом, он ни в чем не нуждался. Нужда пришла после того, когда человек послушался змея. Когда человек послушался низшее творение. Давайте вспомним, что Бог сказал сотворенному человеку, что он дает ему власть над всею землею. Власть. И я думаю, что Адаму с Евой нужно было закрыть рот змею. Или выгнать его из рая вообще. Потому что ему дана была власть над всею землю, Адаму. Вот так же и нам. Нам дана власть в своей жизни. Но мы иногда не закрываем рот змею. И мы слушаем, что он говорит нам. И из-за этого приходит нужда. Приходят грехи. Приходят проблемы. С грехом приходит смерть. В 22-м псалме Давид написал. Он провозгласил. И я не думаю, что он писал это в Библию. Когда Давид пел, это было естественно. И каким-то образом это попало в Библию. Потому что Бог посчитал нужным. Записать эти слова. Чтобы верующие читали. Люди видели разницу тех, кто живет с Богом. И вы знаете, что он здесь пишет? Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Пока Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Почему? Потому что он заботится обо мне. Смотрите, жизнь Давида и Бога, это просто прекрасное взаимоотношение, как любовные взаимоотношения. Возлюбленный и возлюбленного. Детей. И Давид, он не мог, конечно же, Бога назвать отцом. Это была еще эпоха Старого, Ветхого Завета. Но отношения у них уже были, как сына и отца. Он уже пророчески зашел в то время. И он восхищался Богом. Он любил Бога. И вы знаете, что? Давид, он ни в чем не нуждался. Вот как точно он сказал свою жизнь? Он провозгласил и пел это в песнях. Он пропевал свою личную жизнь. Я ни в чем не буду нуждаться. Посмотрите, здесь не сказано, что я ни в ком не буду нуждаться. Нет, он сказал, первая фраза звучит так, Господь, пастырь мой. То есть, он этим говорит, Господь это единственное, в чем я постоянно буду нуждаться и я хочу нуждаться в нем. А все остальное, я ни в чем не буду нуждаться. Знаете, как легко человеком управлять, который должен. Рабство. Легко управлять. Ты должен, иди сделай это. Ты должен отработать долг. Поэтому сегодня мир поставлен так, чтобы людей вгонять в долги. Вгонять в рабство. Рисуя ему хорошую жизнь, у него появляется рабская жизнь. Он стремится к хорошей жизни, ему рисуют. Но многие попадают в рабскую жизнь, в долги. Кредиты. И потом они не могут. Вы знаете, когда у человека... Почему плохо иметь нужду? Потому что когда у человека есть нужда, у него есть страх. Есть за что цеплять. Есть за что цеплять. Сколько раз я говорил, еще раз повторю. В церкви молятся за нужды. И Бог отвечает. Аллилуйя. Вот, например, брат молит, просит. Братья и сестры, помолитесь. За что брат помолиться? Чтоб я работу нашел. У него нет работы. Соответственно, у него нет денег. Он ходит, знаете, такой... Ходит, такой прям вообще... Хочет тоже выпрямиться, знаете. Хочет нормально жить, как все нормальные люди. И братья и сестры. Во имя Иисуса! Работа приди! Самая лучшая! Самая хорошая! Приходит работа, и брата вместе с этой работой куда-то сдуло. Ты такой думаешь, потом берешь бинокль. Где брат? Где брат? Брат? Брат, ты где? О, вижу тебя на горизонте. Что ты там делаешь? Я работаю. Я работаю. Знаете, работы нету. Плохо. Почему? Денег нет. Мне нечем платить. Есть работа хорошая. Все, тоже нету. Почему? Потому что теперь надо зарабатывать. Теперь нету времени. Понимаете? И вот это хитрое сплетение в жизни. И мы тогда вообще не понимаем. Нету работы. Плохо. Проклятие. Есть работа. Но теперь не могу попасть в церковь. Тоже проклятие. Поэтому важно, чтобы в нашей жизни Господь, Он заботился о нас. Чтобы Он благословлял, восполнял все наши нужды. Это не говорится о том, что об олигархии. Что мы стремимся стать олигархами. Да не дай Бог нам богатств без Бога. Нет. Он именно, понимаете, что Бог, Он приносит покой, когда все нужды восприставят. Ты знаешь, что у тебя все в порядке. У тебя мир и покой. Представь. Ты знаешь, что тебя уже у лосотта там, или у тебя подали там на тебя, что у тебя долги, и тебе нечем выплачивать. Представь, у тебя стресс. Представь, у тебя стресс. Ты не можешь сосредоточиться. Ты не можешь хвалить Бога. Ты не можешь Его славить. Ты не можешь Его искать. У тебя стресс. Ты знаешь, что все, дни подходят. Тебя сейчас будут лишать там имущества или вообще куда-то тебя отправят. Господь хочет, чтобы мы имели мир в сердце. Когда у нас есть какая-то нужда, у нас не будет мира в сердце, она всегда будет напоминать. У вас все тело может быть здоровое, все тело. Вы хорошо можете быть в хорошей физической форме. Но если вы где-то занозу себе занесли, все, вот эта маленькая заноза будет о себе говорить постоянно. В начале этого стиха говорится, Господь, пастырь мой, здесь не сказал Давид. Я буду богат. Знаете, это не психологический тренинг. Давай, посмотри в зеркало и сосредоточься, просто постарайся поверить, что ты выходишь из нищеты, ты будешь богатым. Нет. Давид нормально расставил приоритеты. Он сказал, Господь, пастырь мой, так как в моей жизни теперь сверху будет управление, а это означает и мысли, и мышление, и все будет новое, будет защита в жизни. Вы поймите, что многие люди, они не могут, как бы, как сказать, разбогатеть, потому что у них куда-то все уходит. Уходит. Вот он заработал реальные суммы денег, реальные. Куда-то ушло. И он говорит, я не знаю, я не знаю. Понимаете, нам нужен Господь. Не то, чтобы нам нужно зарабатывать больше, не просто нам нужна хорошая работа. Во-первых, нам нужен Господь, чтобы Он заботился о нас, чтобы Он защищал нас, чтобы Он охранял нас, чтобы Он страховал нас. Вы что думаете, дьявол просто так позволит быть счастливым и верующим, процветающим верующим ходить и быть этой хорошей рекламой? Нет. Он делает плохую рекламу. Он делает таких верующих, чтобы мир смотрел и думал, да не дай Бог мне таким никогда стать. Да, Боже, упаси меня от такого антипримера. То есть дьявол пытается исказить все. Он пытается нарисовать картину печальных, страждающих верующих. И действительно такие есть. И мы можем стать такими. Может, мы и такие были когда-то даже. Поэтому Бог, Он хочет все менять. Он хочет, чтобы мы ни в чем не нуждались, только в нем. Так и было в раю в Федемском. Если бы такого не было, то тогда это была бы ересь. А так как было такое, то как Иисус говорил, Он фарисеям сказал, а вначале так не было. Когда пошел разговор о разводах, можно ли разводиться, вплоть до Моисея дошли. Так где же вообще тогда правда? Он говорит, а вначале так не было. А вначале? Вначале. А что было вначале? Вот самое важное, чтобы нам понимать, как жить, нам нужно посмотреть вначало. Хочешь посмотреть каталог, как бы ты жил сегодня? Зайди вначало. Просто полистай. Это твоя жизнь. И Господь мне показал, что многие верующие живут во лжи и обмане. Например, вы страдаете. Это ложь. Это ложь, которую вы приняли. И вы согласились с этим. Ваша жизнь совершенно другая. Ваша жизнь счастливая. По сценарию Бога, вы должны проживать счастливую жизнь. Наполненную радостью, миром и еще другим людям помогать и заботиться, поддерживать, утешать. Но вы страдаете. Это ложь. Это ложь, на которую вы согласились. Это неправильный сценарий. Кто вас уговорил жить такой жизнью? Жизнью страдания, жизнью нехватки, жизнью боли. Для чего Иисус перенес всю боль? И вы еще несете боль. Не соглашайтесь на такую жизнь. Вот почему сказано, что кто посмотрел в Писание, он увидел себя в Писании, а потом отошел и забыл, каков он. И забыл. Писание показало ему совершенно новую жизнь, что теперь не он живет, а Христос через него, что он может жить счастливой жизнью, наполненной жизнью. И никогда на твоем сердце кошки скрипстись не будут. Бывает такое, что человек достиг всего, чего хотел. У него есть продукты в холодильнике, у него есть все, у него есть все. И он все поел, все попробовал, во все оделся, а такая души, такая пустота, такое давление, томление духа, такое прям состояние. И он не знает, да что же это такое, все как бы нормально, как бы внешне. Почему у меня такое внутри давление какое-то, просто нету настроения, у меня плохое. Потому что все это без Бога приобретено. Важно, чтобы в жизни нашей был Бог. Бог, мы храм Святого Духа, мы храм Святого Духа, от самого рождения, от самого рождения, Иисус ни в чем не нуждался. Вот он родился, да, была атака. Реально была политическая атака на него, потому что это было сказано царю, где родился царь иудейский. Царь, это означает, ну, правитель, император, президент. И где родился, понимаете? И его это очень сильно смутило, потому что он же понял, что сейчас ему надо будет тогда уйти, если родился царь. И пришли не просто какие-то, знаете, колхозники, которые пришли мудрецы с Востока, очень образованные, умные люди. И говорят, где родился? И тогда началось движение, шумиха, поднимать стали архивы, Библию, Тору, все искать, как, где, откуда он придет. И все знали, что он должен прийти, должен родиться Мессия. И теперь он слышит свой адрес, что где родился, он уже родился, и у него паника. И он пытается убить Иисуса. Он пытается вырезать всех детей, чтобы, потому что он не знает, кто этот ребенок. От него это сокрыто, от дьявола сокрыта эта информация. И он начинает всех детей от нуля до двух лет вырезать в Израиле. Всех детей. Но Иисус ушел. Ангел его сохранил, Господь его сохранил. Эти дети, которые не родились, они получат великую славу на небесах. Вы не представляете, как они будут прославлены. Они отдали жизнь, у них даже не спрашивали. Они позволили Иисусу родиться. И вы знаете, что от самого рождения, несмотря на то, что была атака осуществлена на Иисуса, он ни в чем не нуждался. Потому что волхвы принесли ему золото, ладан и смерть. Золото. Почему золото? Потому что он царь. Он ни в чем не нуждался. И когда Иисус вышел в служение, он говорит, я все получу, если я попрошу отца. Я все получу. Знаете, вот эти отношения Давида и Бога, и Иисуса и отца, они очень похожи. У них все было в порядке. И поймите, что не нуждаться ни в чем, это не означает, что у тебя карманы набиты золотом. Ты полноценен. У тебя нету стресса и у тебя нету страха. Все покрыто. Ты знаешь, что если что-то откуда-то придет, отец сразу позаботится и покроет. Вот какая жизнь у нас должна быть. На земле должно быть так же, как и на небе. Почему? Мы молимся этой молитвой. Воля Твоя да будет на земле, как и на небе. На небе нет нужд. На небе нету страха. На небе нету депрессии. Там все прекрасно и все чудесно. Атмосфера небес, она просто необходима здесь на земле. Так же, как земля нуждается в небе, чтобы дало дождь, и тогда земля начинает приносить урожай. Так же, и мы, мы земля, мы нуждаемся в небесах. Мы без небес, мы бесплодны, мы как мертвые, и нам нужны небеса. Почему Иисус очень часто говорил о небесах? Даже в Библии сказано, что Бог вначале сотворил небо, а потом землю. Он показал первостепенное и второстепенное. И Он показал, что небо всегда будет оказывать влияние на землю. Есть ли у нас желание, чтобы небеса оказывали непосредственное влияние в нашей жизни? Чтобы мы знали, что мы живем по воле Божьей? Представьте, такой человек ничего не будет бояться, если он сто процентов знает, что он живет по воле Божьей. Он живет по воле Божьей. Знаете, когда посла посылают в другую страну, это воля страны. Это воля правительства. Чтобы в другой стране было консульство. То об этом послее начинают заботиться. Все его нужды восполнены. Ему ни о чем не надо думать. Ему надо выполнять требования страны. Продвигать интересы. Вы думаете, что мы вдруг отличаемся чем-то? Мы посланники неба. Мы не живем своей собственной жизнью. Потому что в день нашего водного крещения мы умерли, нас похоронили. Вы поймите, что в христианстве, христианство вообще не имеет никакого смысла, если нет откровения об Отце. Если у нас просто, мы знаем, есть Бог, Он строгий, Он судящий, но у нас нет откровения об Отце любящим, тогда мы не поняли вообще смысл христианства. Мы не поняли о любящем Отце, который заботится. Посмотрите, Иисус нам показывает пример отношения сына и отца, папы. Не отношения слуги и господина. Нет. Отношения сына и отца. И вы знаете, как Он говорит? Я все, что попрошу у папы, он мне все даст. Все, что я попрошу у папы, он мне все даст. Все, в чем Иисус нуждался, почему Иисус пошел по воде? Потому что лодка уже отплыла и была на середине. Вот почему Иисус... Отец говорит, тебе не нужна лодка. Мы иногда думаем узко, мне нужно вот это, мне нужно вот это. А отец тебе дает вообще просторы. Он тебе дает намного больше и шире. Поэтому не ограничивай Бога в своей жизни, когда ты молишься. И больше всего молись за себя, чтобы тебе его познать как отца. Не как судью. Да не дай Бог. А как отца. Любящего, заботливого. Смотрите, Иисус рассказывает притчу. И Он говорит, если вот он, среди него сидят простые люди. Мужики, женщины, дети, все. Обычная, обычная жизнь. Самые обычные люди. И вот Иисус, например, начинает спрашивать. Вот среди вас есть отец. Отец. Такой отец. Который вот, сын у него когда попросит рыбы. Он дал бы ему камень. Или хлеба там попросил. Он дал бы ему камень. Понимаете? Сын такой просит. Папа, дай рыбы жареные. Отец такой. Сейчас. Раз дает ему камень. И сын такой. Камень там камень. Нет. Такого нет. Или Он говорит. Или есть ли у вас отец, который, когда сын у него попросит яйцо, подал бы ему скорпиона. А взял бы и вот проучил бы его. Вот таким образом. Ядовитого скорпиона ему. Вместо яйца. Нет. Так вот Иисус говорит. Так если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим. Вы такие. Вы родители. Хоть вы и злые. Но когда за детей доходит речь, вы детям самое лучшее дадите. Вы себе не купите. Вы купите ребенку. Иисус в конце своего служения спросил учеников. Вы все время со мною. Вы оставили свою работу. Кто-то оставил. Кто-то оставил там еще что-то. Он спросил у них. Вы в чем-нибудь нуждались? Они говорят нет. Он позаботится лучшим образом о нас. Он даст нам светлый разум. Он благословит нас в делах наших рук. Он благословит нас во всем. Но главное, он хочет знать, что он останется номером один в нашей жизни. Мы не будем брать последнюю часть этого стиха. Я ни в чем не буду нуждаться. О, мне нравится. О, мне нравится. Ни в чем не нуждаться. Я хочу такую жизнь. Нет. Давайте сначала поставим Господь, пастырь мой. Господь, пастух мой. Он мне говорит. И я его слушаю. Потому что Иисус сказал, овцы мои слушаются голоса моего. И когда они слушаются, он их приводит на злачные пожити. Там изобилие в еде. А если овца, например, скажет, а я умнее, а я умнее пастуха, я пойду вот туда, и схавает там волк ее, съест, или медведь, или лев, и многих бесы растерзали. Потому что перестают понимать, что все, что у нас есть в жизни, это от Бога. Все. У нас есть жизнь. У нас есть благо. У нас есть все, радость. У нас есть счастье. Нам не надо его где-то искать, по миру ходить. Мы уже нашли. Оно нас нашло, это счастье. Он. Его зовут Иисус. Нашел нас. Мы счастливы. Он нас сделал счастливыми. Давайте не будем забывать и никогда не подумаем, что это я такой великий, достиг чего-то. Да я же понимаю, почему я достиг. Потому что с пастухом я ходил. И он меня водил, и продолжает водить, и будет водить до конца. И он хочет сегодня свою паству благословлять. Он хочет нас благословлять. Если вы, будучи злой, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у него. Многие перестали просить. Вам дьявол соврал. Да что проси, то не проси, ничего все равно не будет. Не верь в это. Продолжай просить. Продолжай прославлять Бога за изобилие в своей жизни. Во всех сферах, в финансовой сфере, в душевной, в духовной сфере, в физической сфере. Во всех сферах Бог тебя хочет благословить. Он дал миру спасителя. Не судью, а спасителя. Знаете, как люди, что с людьми происходило, когда Иисус спасал их? Они радовались, они прыгали, ликовали. Все были счастливы, кого Иисус спасал. В Артемея спас. У него глаза открылись. Он стал человеком зрячим. Он спас этого Лазаря, который четыре дня был во гробе уже. Уже сгнил. Иисус его спас. Он был счастливый. Все люди прославляли Бога, прославляли. Вот, мы видим, что Бог дал самое лучшее, что у него было. Иисуса Христа. Поэтому примите Иисуса Христа. Отвергните от себя все негативные знания о Боге. Он самый лучший. И если вы молитесь молитвами, то молитесь о той молитве, самой главной. Чтобы Бог открылся вам, как любящий отец. Многие не видели своих отцов. Или видели в жизни негативный пример отца. Отец ушел из дома. Или отец бухал. Или курил. Или другую женщину приводил. Или бил детей там. Или что-то еще. В тюрьме сидел. Знаете, когда теперь человеку говорят, представь, что Бог это отец. Он такой, о боже мой. Не могу. Я лучше как-нибудь по-другому. Можно представлю? Господа. Я представлю как начальника. Вот начальник, он как-то получше для меня. Нет. Вы поймите, что он не копия вашего земного отца. Конечно, в первую очередь мы анализируем Бога по земным родителям. Но он лучший отец. И вот туда нам надо прорваться. Если и должен быть прорыв в 2021 году, то пусть он будет там, в откровении. Кто есть отец? Какой он? Потому что мы страдаем без него. Мы страдаем. И когда блудный сын пришел, первые его слова были. Отче. Отче. Он к отцу. Он свое сердце излил. У меня были, к сожалению, неправильные представления о тебе. Я похоронил как будто бы тебя. Я вычеркнул тебя из своей жизни. Я думал, что я справлюсь сам. А я стал бомжом. Понимаете? Вот нам вот в этой молитве нужно обратиться к Богу. И нам нужно там получить прорыв. Потому что столько лжи вокруг нас. Столько искажений. Столько всего неправильного. И все чего-то говорят, говорят, говорят. И нам нужно самим лично услышать Бога Отца. И увидеть Его заботу. Как Он благословляет. Как Он благословляет. Это через край. Он не дает тебе вот так вот чуть-чуть. Он тебя через край утрамбовывает. Еще дает. Утрамбовывает твою чашу. Еще дает. Чаша моя преисполнена. Через край льется. Пусть это придет в твою жизнь. Если мы смиренные люди, мы получим благодать. Потому что Бога невозможно умом понять. Бог не математика, не физика. Его невозможно математически вычислить. Его невозможно физически или химически доказать. В Него можно поверить и пережить. И многие из нас здесь стоящие пережили Бога. Вот почему мы верим. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok